Всем привет, мои дорогие друзья! С вами снова Коэз, и сегодня мы дальше рассматриваем игры на айпаде. В последнее время давно вообще не выходил класса айпад, уже месяца два, наверное. Все по той причине, потому что айпад вообще по сути не совсем мой, он у нас общий с мамой, так скажем. И мне его вызвали довольно-таки тяжело, поэтому так-то и не снимаю. А также я жду, так скажем, собираюсь покупать свой айпад, и все никак у меня денежки не выпадут. Поэтому пока приходится временить немного сквозь айпад, но я думаю, вскоре куплю все-таки свой, собственно, айпад. И буду чаще делать видео, буду больше обзоров делать и прочее. Ну ладно, сейчас не об этом. Сегодня будем рассмотреть две игры, потому что я решил их как более расширений просмотреть. Там каждый решил, да и игры, в принципе, такие, ну, большевастенькие. Так что я думаю, можно их будет спокойно так расстрелить. Ну, я думаю, обзор будет по пять минут на каждую игру. Ну и давайте приступим. И первая игра на сегодня называется Motor Blast. Это игра жанра гонок. Такая неплохо сделанная, с неплохой графикой, физикой. Также это тех же самых разработчиков, которые делали игру Aberracer. Думаю, вы помните эту игру. Я не так давно делал на неё обзор. В 14-м или в 15-м КСАйпад. И поэтому, в принципе, можете её построить. Эта игра похожа, только тут уже не апокалипсис, да и вообще игра более новая, такая свеженькая. Ну и давайте, собственно, рассмотрим её так. Вот она, менюшечка наша, состоит из пяти пунктов. Это компания, мультиплеер, гейм-центр, ну, это, кто знает, IOS. Короче, мультиплеерный режим. Настройки и процессор, это разработчики. Можно построить их, не другие игры. В настройках у нас вот что есть. Тут можно выбрать режим, либо сенсор, либо гироскоп. Так, вот этот вот, этот я не знаю. По-моему, тряска камеры, что-то такое. Но я не включал. Ну, звук, собственно, имя можно поменять. И в графическом только блики можно убрать. Но я не вижу смысла их убирать, потому что, наоборот, они не придают красивости. Ну да, красоту игре. Дальше у нас гейм-центр. Интересно, мультиплеерный режим. Я пытался играть, но в него никто не играет. Реально, вообще никого нет. Ну, и давайте, собственно, встретить компанию. Тут у нас такая вот большая карьера. Целых, сейчас, 71 трасса. Из них 8 локаций. Но, по сути, все локации идентичны, потому что они все штаты и поджумели. Также всего лишь у нас что-то дает 7 машин. Тюнинга, к сожалению, нет никакого. Ну, зато есть оружие в игре. И у нас 7 режимов игры. И давайте их рассмотрим. Сам первый режим, это обычно самый режим без оружия. Тут у нас сразу убираем машинку. У меня пока только 3 открыты, а еще 4 не открыты. Они со звездочки открываются. Звездочки мы получаем, когда проходим, собственно, трассы. Побеждаем. То есть, в принципе, самая обыкновенная гонка, прям, типичная. Но мне нравится в этой игре сделана физика разрушения машин. Что это вообще большой плюс. Так, я вот немного мудрёное управление, конечно, поставил. Потому что немного неудобно так играть. А если я гироскопом играл, то вам бы плохо было видно. Потому что я обдёргывал кромса. Как видите, машина у меня уже поддолбилась немного. У меня вот крыло шатается, дверь открывается. О, у них детали уже полетели. То есть, вот такой режим. Ну, это у нас кнопка тормоза. Вот у меня расхреначил жопу машины. Ну и переходим к следующему режиму. Следующий режим у нас с полным комплектом оружия. То есть, по-моему, вообще самый прикольный режим. Самый весёлый. Где ты просто, так скажу, убиваешь всех и всё. Так. Ready, set, go. Такой вот дебильный артуретик какой-то. У нас такие вот ящички. Залетаем, у нас бац. Опа, пулемёт. На-на. А, и боты тоже довольно-таки такие злые. Тут злые боты вообще. Боты-читеры. Остановимся. Бах. Ну, всё, убил, по-моему, да. Вон, смотрите, двое уже сдохли. То есть, вот такой вот самый прикольненький, интересный режим. Третий режим. Это у нас, когда даётся только одно оружие из всех перечисленных тех. И я думаю, в принципе, это особо незачем показывать. Дальше у нас идёт режим. Это собирание звёздочек. Да, вот такой вот замысловатый режим. Так скажем, детский. Даже слава такой немного. Но в какой-то стати он хардкорный. То есть, нам даётся, по сути, один круг. Ну, 25 секунд. И за них мы должны набрать все звёздочки. По-моему, чтобы на золото пройти, нужно разрешать столько одну. Не, так сказать, ой, наоборот, потерять. Ну, а мы сейчас постараемся проехать и все забрать. Вот прям, как же неудобно. Там на сенсоре... Ой, просрал одну. Да. Даже две, по-моему, можно было потерять. Вот такой вот самый простенький, обыкновенный режим. Следующий режим, довольно-таки тоже такой хардкорненький. Это, так скажем, дорога препятствий. То есть, у нас дорога вся обложена вот такими вот бомбочками. И нужно ехать и не врезаться в них. По сути, это обычный как режим времени. Но тут хардкорен тем, что нельзя врезаться в них. Но, что-то буквально три таких штуки, упс, три таких, ой, блин, штучки, и все, по-моему, уж она взрывается. Ну, давайте сейчас проверим. Нет, третий еще нормально. Четвертый, наверное, будет все критично. Нет. Пятый? О, на пятый мы взорвались уже. Вот такой вот режимчик. Наш предпоследний режим – это проезжать через кольца. То есть, нам нужно проехать через все кольца и все. Такой вот тоже режимчик простенький, наемненький. Ну, а тоже в какой-то степени хардкорный. Потому что нам нужно прям точно попадать. То есть, если машина наполовину не пройдет, то есть, уже не считается колечком. Вот так. Вот, не засчитали. Ну, это я просто туплю пнушаю. Сейчас не на этом, не на гироскопе играю. Так немного неудобно. Ну, такой вот режимчик, собственно. Ой, туплю. Ой, ёпс, туда и машина летает. Вот такой вот режимчик. Последний режим – это режим на время простой, самый обыкновенный. То есть, рекорд времени. То есть, нам дается время, и мы за это время должны пройти круг. Не, ну, тут три круга даются. Ну, тут по-разному, по-моему. То есть, по сути, тоже обыкновенный такой режимчик, самый. Очень распространенный в играх гоночного типа. Ну, и, в принципе, думаю, всё с этой игрой. И, как бы всё объяснил. А теперь давайте переходим к следующей игре. Следующая игра – это Storm Riders. Да, и я так держу сейчас iPad, потому что игра только на гироскопе работает. Поэтому мне придётся вот так вот, неудобно держать, и рассказывать о игре. Вот такая вот тут менюшечка. Быстрый бой. Что нас, собственно, не интересует. Одиночный игрок, мультиплеер и досье. Ну, досье – фигня. У нас три этих, как фигнить, нации. Во. Получается, 21 самолёт. Так, вот так вот. Держать. Неудобно, капец. И у нас, по-моему, не сразу открыто. Некоторые только за донат открываются. Ну, и вот, давайте посмотрим. Одиночный режим. Мультиплеерный режим, кстати, сотрел. И там, кстати, играет народ, но я как-то особо не захотел играть в мультики. Ну, и вот так вот. Тут, короче, вот уж как. Аж девять режимов. Но тут немного по-другому сделано, что шесть, так скажем, обычных режимов. И вот эти посередине – это уже такие. То есть, компания. То есть, уже типа как карьера. Выживание, воздушный бой. Ну, это что-то типа тоже там карьеры. Ну, и давайте рассматривать. Первый режим. Каждый сам за себя. У нас тут столько локаций. Вот так. Вот такая вот у нас калибровочка. У нас оружие. Режим форсаж. Ну, если, смотрите, мы его долго будем зажимать. Пищит, пищит. Пух. Всё. Сломался двигатель. Пиздец. Падаем. Взрываемся. Кстати, карта чем-то напоминает из World of Thanks. Сейчас. Падаем, падаем сейчас спокойно. Ну, чё? Ну, падай сейчас. Во. Заработал двигатель. То есть, вот так вот перегревается. Потом, вот сейчас долго опять держать. Опять сдох. Ну, вот такая вот, короче, фиговинка. Ну, давайте-ка пока игру рассмотрим в простом, свободном полёте. У нас можно выбирать день, ночь, давайте утро. Вот такую карту возьмём, локацию. Блин, всё равно отражения на экране идут. Ладно. Думаю, не сильно отражается. Хоть что-то видно, думаю. А тут был у меня такой баг, когда я просто по земле, так скажем, катался тут на самолёте. Так, ладно, с лысосломанным движком полетели. Пофиг на всё. Ой, блин, как же неудобно. Спокойненько себе летим. Давай, делай всё уже быстрей. Ехай давай. Так, вот у нас полетел самолёт. Управление очень удобное, мне прям нравится. Особенно, если правильная калибровка задана, он будет лететь вообще отлично. Ой, я бы туда чуть не утонул. Я не знаю, для чего две кнопки звёздят, чтобы удобно было стрелять. Но, по сути, это один и тот же автомат. Останавливаемся. То есть, а мне не нравится, что можно хоть где, блин, приземлиться. Вот, смотрите. Опа. Приземлились. Можно ещё покататься. Меня это вообще убивает просто. Смотрите. Ну, это уже реально капец, ребята. Я сейчас, причём, после этого случается баг, я не могу после этого разбиться. То есть, ну, в игре, собственно, не без багов. Ну, конечно, понимаешь, что не бывает игр без багов, но это уже просто такой капец. Я в первый раз увидел, я ржал. Ну, это смешно, реально. Просто катаюсь по полу, самолёт у нас, прям танк. Вот сейчас об это должен... Ай, не попал. Ну, вот такая вот... Режим коржака. Ну, и давайте я игру ещё покажу в режиме каждый сам... Ой, ээээ... Который называется последний герой. То есть, тут, так скажем, каждый сам за себя, и кто последний выжил, и тот выиграл. То есть, такая игра... Мне больше всех режимов понравится, прикольно. Ой, я тут далеко, прям от них сейчас хрен далечу. Двое уже сдохли. Ну, капец. Кстати, мне нравится, когда тебя подбивает, а самолёт разбивается. А, также я не показал, тут есть вид из кабины. Но он тут капец тупой. Так что, не советую с него играть. Вот самый нормальный такой режимчик. Я не знаю, эти твари улетели куда-то. Ну, типа, мне поближе. Опа, возле меня какой-то ковнюк. Вон, видите, пульки остались. Пульки, следы от пуль. Дырочки на крыле. Ну, я не знаю, может вам не видно. Вкусируюсь. Так, вон сзади меня летит, это капец. Это не очень хорошо. Ай-яй. Вот наши хп-щики, кстати, сверху показываются. Ну, ну, ну. Чем-то игра напоминает её штурмовик. Ну, ну, ну. А, чуть-чуть подбил его. Ну, так игра хардкор. О, ёпт твою мать, у меня крыло отваливается уже. Болтается аж прям. Вот, взорвался. Так, я его подбил, кстати. Вот, взорвал ещё одного. Всё, у меня уже горит. Хана приходит самолётику. А, а, нет, нет. Всё. И вот так падаем. Всё уже. Хана самолёта пришла. Разбились мы, короче. Ну, вот, собственно, там всё. Это последняя игра. Точнее, вторая на сегодня. Ну, я думаю, вы поняли, почему я всего выбрал две игры. И ждите следующих видео. Наверное, скорее всего, надеюсь, уже на своём айпаде буду снимать. И если он всё-таки уже появится, то я смогу их... Да хоть каждую неделю пилить те обзоры. Это ещё тоже тяжело игры найти нормально в Apple Store. Ну, а вы пока подписывайтесь, ставьте лайки. Вступайте в группу ВКонтакте, чтобы следить за всеми новостями. Ну, а с вами был Квест. Я прощаюсь с вами. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok